привет друзья с вами рома и канал просто симулятор сегодня 25 июля в релиз вышло третье дополнение в рамках второго сезонного абонемента для парнях симулятор 22 речь идет о хорж aggravation pack с одной стороны этот парк добавляет 14 единиц оборудования для подготовки к почву посеву непосредственно посеву и в дальнейшем для прополки этой самой почвы от немецкой компании хорж с другой стороны речь идет о том что в этом паке еще есть карта aggravation собственно ребятки эта карта из 17 фермы глобально переработанная для f22 карта чешского происхождения так что в этом обзоре посмотрим непосредственно как на эту карту так и разумеется на 14 единиц оборудования от хоржа итак друзья погнали на ферму хоржа в чехию факт посвящен полностью работе с растениеводством и карта под него подобрана соответственно собственно aggravation книжмост это карта исключительно растениеводческая здесь ребятки всего лишь два производства это бга и лесопилка все остальное это точки продаж и покупки два десятка покупаемых участка культуры по стандарту а продукция разумеется также по дефолту ничего сфер естественно нового поля сами видите безумно просто огромные просто большие поля есть поля и побольше очень для любителей различных масштабов сельского хозяйства что называется бери пахла хапку этот пак хоржа сей получай урожай и ставь свои объекты и тебе нужны правда территории для этих самых строек всего-то немного их три на дефолтной базе ничего и не удалишь вот такая вот ребятки карта на базе вдоволь всего необходимого для работы с классическим сельским хозяйством как я уже сказал с растениеводством это куча навесов есть мастерская есть заправка от которой мы только что ушли есть разумеется . где можно помыть свою технику . для сна есть даже бак для заправки своих ребятки селок и не только селок жидкими удобрениями в общем вот такая вот огромнейшая база не здесь никаких коровников свинарников все это надо будет ставить самим как вы могли заметить на карте есть три луговых участка собственно на них по факту придется ставить либо на полях потому что других участков здесь нет а эти объекты с карты не удаляются так что вот такая вот у вас база огромнейшая для техники с которой можно начинать штурм этой самой карты agravation книж мост собственно вот она мойка которому подошли здесь знакомая прекрасная керхеровская моечка ну и вот они бесконечные ангары гаражи общем тут место для техники более чем достаточно такая вот карта простенькая сельскохозяйственные абсолютно не замороченная все действительно банально необходимый колорит минимальный чешский ну и в целом восточноевропейский потому что название чешских особо ты не найдешь хотя карта действительно чешская она в свое время ребятки готовилась конкурсу специальному для хорша и победила в нем и вот теперь эта карта реинкарнирована в 22 ферме собственно . для сна мастерская ну и рядом у нас находится точка где можно заполнить бак жидкими удобрениями вот она пожалуйста . загрузки но внутри заходим здесь можем залить наши баки кучу собственно топлива топлива говорю удобрение жидких аж 40 тысячи литров вот пожалуйста вся и есть это самая стартовая база как я сказал с производствами здесь не густо так что их сами по самому придется ставить так же как и животноводческие комплексы идем вот собственно знакомиться дальше с объектами кино с есть но поблизости у нас получается есть огромные друзья элеватор он наш здесь мы можем заполнять этот самый элеватор своими своим урожаем зерновых вот все что необходимо есть огромные баки есть . где можно загружаться вот пожалуйста продолжение нашей фермы а рядом уже идут всевозможные точки продаж точки продаж они разбросаны на двух локациях это точки продажи непосредственно сыпучки зерновой ну и разумеется это точки продажи того что связано с готовой продукции когда вы понаставите производства ну и разумеется отдельным пунктом идут по продаже всевозможных тюков и вообще кормовых материалов вот такая вот наборка просто разбросанная в разных локациях есть здесь свое движение транспорта есть пешеходное движение но в целом ничего сверх естественного карта действительно простая на как было в 18 не замороченной так и осталось таковой же в фейсе 22 мы в общем для любителей именно классики растение вот ничего лишнего никаких животных пожалуйста поля необходимая инфраструктура для того чтобы твоя техника работала трудись продавая вот и все что нужно тебе если ты такой фермер именно растение вот ну вот она разумеется магазин фермерский конечно же в стилистике хорша какой же он еще должен быть стилистике если обновление посвящено хорше нут рядом я уже выставил тут технику с хоршевским оборудованием но мы разумеется покатаем мы пока еще прогуляемся по карте и посмотрим на эти разнообразные точки продаж как видите здесь действительно есть объекты сохраненные с фс 17 что-то взято из друзья уже модовых зданий которые есть на матхабе в району этот раздел на сайте разработчиков есть сайт отдельный но никак не связан с разрабами а вот у нас на сайте фарминг симулятора есть раздел матхаб где вот хватает объектов которые есть и на этой карте в общем ничего сверхъестественного ребят еще раз повторюсь вот она одна из немногих точек которая здесь работает производство это собственно бга вот мы потихонечку переходим к перекупщику животных здесь тоже есть своя точка продажи тюков ну и собственно вот он перекуп перекуп исключительно разумеется в американском стиле . ничего общего она не имеет с архитектурой европы как в принципе стилистике ну как бы задача была у разрабов собственно просто выкатить какую-то карту под эти самые инструменты хорша чтобы хоть как-то народ порадовать но они собственно и выкатили не заморачиваясь сверхъестественно с какой-то стилистикой абсолютно ребят простенькая карта а здесь свои симпатичный объект какой-то . огромная продаж где она находится рядом железной дороги где не рендовать разумеется поезд как бы тоже задача не было сделать здесь живой поезд просто приедем с каким-то определенным колоритом разгрузимся продадим свой товар ну и все и далее обратно на ферму заниматься своими делами ну еще из точек вот пожалуйста еще одна . магазин грязно поле такой также для продажи как сыпучки так и готовые продукции от производства которых тут нет и самим надо ставить как я уже сказал ну вот пожалуйста такая вот огромная производственная зона сейчас будем заканчивать обзор ну разумеется с лесопилки лесопилка здесь также не замороченная через дорогу находится она исключительно всем хорошо знакомая в объекте в этом ничего нет нового сверхъестественного многое на карте его можно встретить так вроде бы со всеми объектами закончили можно уже потихонечку передвигаться друзья на поля и знакомиться с нашими устройствами для начала все-таки залезем в магазин и посмотрим на эти самые устройства от хорша уже там а дальше уже на практике попробуем их покатать в полях и так 14 единиц как я уже сказал это как я уже говорил все что связано с культивацией мульчеры мелкие культиваторы дисковые бороны селки плюс еще несколько устройств для того что связано с полонниками вот культер 9c на 240 лошадок на 9 метров 18 километров час рабочей скорости это у нас мульчер мульчер побольше уже ребятки на 12 гакометров на 270 лошадок тоже 18 километров час есть свои конфигурации колес также есть варианты дизайна принципе здесь вариативность у культиваторов весьма и весьма существенная ребят сами сейчас увидите время мелкий культиватор чем он хорош и у него можно поставить высевающий аппарат и пожалуйста кстати высевающий аппарат тоже есть бункер что дает возможность действительно превращать вот этот культиватор еще и высевающие устройства с различным навесным оборудованием также вот есть такой мощнейший культиватор tiger 8т который требует аттрактор 440 лошадок семь с половиной метров рабочая ширина но при этом это полноценный культиватор с глубокой культивации также ребятки можно поставить удобритель к нему и и варианты с катками поэтому культиватор такой с богатой комплектации который позволяет и прикатывать и вносить удобрение при наличии соответствующего модуля еще друзья одно устройство joker 8 арти здесь у нас дисковая барана тоже со своими фишками например распределитель компоста и усеватель у него также есть поэтому можно прикрепить опять же на лоб трактора например вот такое устройство как партнер 1600 ft на 1600 литров и вот этот с этим баком уже ездить и помогать нашим культиватором превращаться в высевающие аппараты ну и решать вот так комплексно задачу по высеванию нужного нам материала здесь представлены кстати говоря не только классическому селки для классических зерновых но и сажалки под кукурузу подсолнечник и так далее все что связано с сажалками вот еще такое друзья устройство высевающие таро 6 сл также с кучей вариации для трамбовки и прикатывания также есть варианты высевателя все это анимированные сами увидите как это все в процессе колбасица трясется на кочках очень здорово смотрится но самый скромненький из самой скромной из сейлок на 150 лошадок требовательность у нее есть вариация с расширением бункера не только на 2 800 тысячи литров но и на 4000 литров 18 км в час рабочая скорость но к сожалению 3 метра рабочая ширина также есть варианты с маркерами борозды есть вариация с пневмокатком катки кстати говоря много у кого можно заставить то что касается селок культиваторов pronto 6 и DC это уже устройство посерьезней также можно расширить бункер в данном случае на 5400 литров причем можно разделить этот бункер на удобрение и семена здесь требования мощности трактора 200 лошадок 6 метров рабочей ширины 18 километров в час это рабочая скорость устройства также видите вариант опять же с катками с маркерами для борозд то есть можно очень сделать функциональными эти устройства как культиваторы так селки и сажалки вот еще один одна вариация сажалки здесь также нужен партнер вот этот бункер на который мы ранее смотрели бак который вешается впереди на трактор здесь у нас 170 лошадок требуется от трактора 6 метров рабочей ширины 15 километров в час рабочей скорости также есть несколько конфигурации крепим сзади впереди и занимаемся высеванием наших культур таких как культура например кукуруза точнее подсолнечник или хлопок ну или вот такой маэстро друзья интересное устройство тоже требовательных мощностей 350 лошадок это у нас устройство сажалка ну или вот пожалуйста куда больше интересное устройство это полонник ребят на 24 с половиной метра 12 километров в час рабочей скорости всего лишь 200 лошадок требуется на трактора просто ультимативнейшее устройство с огромным захватом то-то я понимаю полонник и уже не имеет смысла вроде как заморачиваться с гербицидами ну и опять же мотыга есть в комплекте она более требовательна к мощности трактора но производительность у нее поменьше чем у полонника ну и теперь переходим к полевым разумеется испытанием куда же без них родимых тут разумеется мы начинаем с культиваторов мульчеров и само собой из мелких культиваторов как видите здесь полный порядок то что касается анимации это будет на всех устройствах свои наборы звукового сопровождения работ ну и как видите анимированные шланги также присутствует как и другие детали которые также анимированные устройства реагируют на почву по которой проходит разумеется чем более неровное поле тем больше бросается в глаза анимации которые сопровождают работу культиваторов парк действительно в целом получился друзья практичным на любые случаи жизни вне зависимости от того на каких полях вы играете какие устройства используете все что нужно можно подобрать в этом паке действительно в этом плане но он поприятнее будет чем два предыдущих пока посвященных целиком и полностью синокосом здесь же вот все таки более нам близкое то что постоянно нужно в работе а именно подготовка по полей к непосредственно к посадке далее босевающее устройство ну разумеется полоники опять же полоники не все используют ноги заливают поля гербицидами но данном случае представлены именно полоники в общем богатый выбор устройств который действительно может понадобиться в работе хотя хватает там по дефолту разных устройств модов ну может кто-то ждал именно хоршевские инструменты тем более что выполнено действительно здорово нравится конечно же анимации звуковое сопровождение но понятное дело обзор мы еще не закончили до выводов конкретных конечно же стоит подождать когда мы посмотрим на другие устройства но надо понимать что без этого вы прекрасно обойдетесь карта дни какая-то сверхъестественная как я уже сказал и сами вы это все прекрасно увидели поэтому без нее прекрасно переживете как и без этого пака инструментов ничего в нем конечно естественно нет это исключительно для любителей вот именно для фанатов хоршевских инструментов они не разочаруются точно кайфанут от этих устройств потому что здесь все выполнено на очень хорошем уровне это вот мы сейчас смотрим с вами посмотрели на глубокий культиватор классический на мелкий сейчас пожалуйста на один из двух мульчеров самых вот широкозахватный действительно все это в плане анимации проработанности сделано очень очень хорошо и действительно глаз радует но и без этого как бы на ферме не смертельно так что об этом друзья не забывайте тем более все это добро стоит с сегодняшнего дня 699 рублей и несколько там копеек поэтому выбор конечно за каждым нужно оно вам или нет но я как я уже сказал из этого прекрасно переживете это исключительно для коллекционеров всевозможных dlc из fs ну и разумеется для любителей хоршевской техники да они не разочаруются в целом если сравнивать с предыдущими двумя паками вот даже для человека который ничего сверхъестественного от всего этого не ждал для меня действительно приятнее вот именно этот факт он имеет больше смысла чем два предыдущих особенно самый первый гуэл который в свое время уже побывал в игре но разработчики нам решили его продать еще разок они молодцы на самом деле швейцарцы ничего не скажешь ну да ладно пока же продолжаем знакомиться с мульчерами которые у нас есть тоже вот видите вариант чуть-чуть поскромнее мульчера но анимация также отрабатывает в общем опять же что вам больше нравится и для каких полей выбираете конкретный инструмент под какие собственно задачи под поле конечно которых мы сейчас обрабатываем конечно же нужен мульчер помощнее собственно мы его самом начале и испытывали ну вот еще один ребятки нас культиватор сейчас мы его разложим кстати говоря покупается данный культиватор в собранном состоянии а потом же его надо опять складывать и так ну вот он собственно наш культиватор сейчас мы с ним пробежимся немножко по полю да и отправимся уже испытывать сейлки все-таки не только культиваторами живет компания хорш но и сейлками причем наверное сейлки даже в первую очередь больше известны чем устройство для подготовки почвы тем более что сейлки по большей части сажалки многофункциональны они могут сами себе почву подготавливать без предварительной подготовки заходить в поля но не все к сожалению сейлки обладают таким важным свойством есть там устройство которое придется отдельно проходить по полю после культивации ну так завершаем потихонечку историю с культивацией и переходим к сейлкам на другую часть на другую поле сторону от фермерского магазина собственно вот она ребятки вариация сборки с культиватором и с высевающим устройством вот здесь у нас как раз кстати говоря да у нас увы и ах нет устройства которое позволяло нам предварительно подготавливать почву поэтому вот не сможем нормально проехать по полю да тут просто сейлка ее надо отдельно вот всю спайку использовать на других полях и вот у нас по моему еще где-то одна то есть по моему сажалка есть которая не высевает для нее нужно именно предварительно подготовленная почва то что я тут пытался химичить при помощи изи девелопмент ну не возбудила собственно эти устройства здесь надо действительно полноценно проходить культиватором по полю вот здесь просто прикатка существенно но не нет культивации как надо и вот у нас там еще есть одно такое же устройство ну да ладно мы их потом на нормальных полях друзья проверим ну ты конечно можно и тыка через изи но от этого легче не станет поэтому ну думается мой эксперимент ничего не даст в любом случае проверим потом уже на том участке поле где у нас прошлись культиватор и там проблем разумеется никаких не будет с тем чтобы можно было высевать разумеется да само собой чего было ожидать поэтому идем дальше к следующему устройству тем более что здесь у нас полноценная небольшая селка но которая может сама себе культивировать и это самое важное раз тут у нас выставляем овес потому что у нас апрель специально подогнал месяц чтобы можно было и кукурузу с сажалок высаживать ну разумеется что селок ну вот такая вот компактная селка без каких-то заморочек ну да надо понимать ребятки селка да для немощных тракторов но и рабочая ширина соответствующая всего-то ничего три метра до в плане анимации так что отрабатывают цветотехника в полном порядке есть модели загрязнения есть модель статистику ри износ о том что-то прошли мимо этой темы давайте-ка вот сейчас как раз посмотрим в процессе на все выставляем грязь и вот она пожалуйста грязь сейчас выставим еще износ все то стрелки как и должно тереться в этом плане вопросов оборудке не возникает тут пожалуйста модель износа также присутствует но вот конкретно данной селке надо понимать все-таки она весьма и весьма скромной работе ширины опять же не под каждые под каждое поле и и с собой возьмешь это вот исключительно для малых 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 фирм вот пожалуйста еще одна жертва у нас сажалка и тут тоже к сожалению нет культирующего устройства поэтому по моему мы нифига друзей не посадим он только может удобрение выносить с этой сеялки и все больше ничего непосредственно сев он производить не может поэтому опять же этот трактор мы наверное лучше даже его они предыдущие устройства мы кинем на соседнее поле но сейчас мы опускаем разумеется он ничего не культивирует не сеет он вносит удобрение вот это единственное что он может делать разумеется потому что у него есть удобрение в баке поэтому проверим это устройство в другом поле но продолжим с еще одной селкой здесь также небольшая рабочая ширина но преимущество этой сеялки разумеется так как и у предыдущей такой же небольшой сеялки это разумеется возможность во-первых производить культивацию одновременно с посевом мелкую культивацию при этом можно одновременно с семенами в почву вносить удобрение что тоже очень и очень важно и облегчая жизнь и реально очень сильно поэтому подобные сеялки не всегда пользуюсь популярностью которые могут без предварительной подготовки почву выходить в поля ну и надо сказать я сам такой пользуюсь 9 метровый хорш фронтовской селочкой модовые она кстати говоря есть на мудхабе очень такое полезное устройство ну понятно дело теперь буду и из пака хорша убирать себе устройство благо я люблю поработать с мощными тракторами поэтому устройство все можно подобрать и действительно очень очень даже подходящее для этих нужд но мы продолжаем тем временем обкатывать наши требовательные селки очередное устройство опять же у каждого свои фишки с раскладыванием но главное что в этих модификациях есть ребят так это звук устройств это внешне анимации которые отрабатывать как надо в этом плане конечно к паку не привязаться никак все очень действительно здорово смотрится и выглядит так что друзья в принципе с селом с этими устройствами как и с культивацией проблем не должно быть но опять же повторюсь не смертельно в общем-то без этого пака пак конечно же для фанатов хорш и не более того потому что даже на мадхабе можно найти кучу всевозможных селок и небольших и габаритных для решения абсолютно любых задач и по абсолютно под любые фермы что в общем-то дает возможность действительно широкого проведения широкого спектра работ включая посев и подготовку почвы к посеву действительно хватает очень много модов и я в группе много всякого выкладывал своей касательно вот этих работ постоянно выкладываю поэтому друзья это вот для любителей и ценителей конкретного бренда но мы все-таки давайте уже проверим селку которую я несколько запорол тут забыв о том что не у всех здесь селок есть возможность культивации предварительной поэтому давайте-ка отправимся на соседнее поле где у нас поработали уже культиватор да и там будем потихонечку смотреть на это устройство а далее перейдем к полонникам которые у нас стоят полонник точнее и мотыга там тоже своеобразные такие устройства но своеобразность их такова что действительно глядя на них можно подумать о том а стоит ли все-таки работать в поле гербицидами или можно все-таки перейти на полонники потому что в дефолте представлены довольно-таки слабенькие полонники которые не дают в общем-то возможности на широкую ногу развернуться и надо всегда смотреть на то нужно оно тебе или нет идти от своей стилистики если большие поля то нафиг полонник не нужен проще конечно взять устройство вроде опрыскивателя который может на широкую ногу развернуться вот здесь полонники дают такую возможность вернуться именно к этому инструменту у них очень действительно широкий спектр возможностей в плане рабочей ширины но мы тем временем ребятки все-таки возвращаемся к нашей селке которая сейчас без вопросов будет уже по культивированному грунту спокойненько идти высевать вот как видите все процесс пошел проблем не возникает устройство абсолютно рабочие это просто я изначально косякнул надо было все-таки для этих устройств отдельно подготовить место вот для двух селых ну да ладно главное что убедились рабочие устройства все прекрасно смотрится шланги анимированный каждый абсолютно высевающий аппарат анимирован все конечно на уровне так что глаза действительно это устройство радует а мы сейчас потихонечку будем перевод перебираться уже непосредственно к нашим двум устройствам полоннику и мотыги о которых я уже неоднократно говорил перещелкиваемся и вот попадаем на класс аксион как раз таки с мотыги мотыга такая вроде бы компактная в транспортировочном виде но когда раскладываешь то уже получаем совершенно другой калинкор 10 плюс метров по рабочей ширины а это уже серьезно ну и далее у нас там устройство полонник который вовсе дает 20 плюс метров рабочей ширины что позволяет действительно разойтись на широкую ногу сейчас мы ребятки немножко поле подготовим для этих целей а именно сейчас через easy-дев мы поставим так чтобы в поле были сорнячки но разумеется наш полонник спокойненько пройти и показать свои лучшие качества точнее он мотыга как бы указано но все равно функция полонника разумеется какая там еще должна быть так поставили сейчас сорняки выставляем давайте маленький на поставим да до покупку участка не забыть а то не даст нам в поле работать все все сделано вот пожалуйста маленький сорняк кукуруза растет ну и все опустили мы уже полонник предварительно и погнали убирать все вот пожалуйста сорняки наш пропадают так что мотыга свою функцию полонника прекрасно выполняет также видите анимированные части все что нужно крутится и вертится реагирует на грунт это конечно глаз радует в плане качество выполненной работы действительно как я уже сказал неоднократно повторял к паку претензий нет действительно то что касается хоршевских инструментов все на хорошем добротном уровне так что фанаты хорша не проходить что называется ним и тем кому не выгорает ну сами думаете что вам нужно нужен вам этот самый пак или нет мое мнение если вы небольшой фанат этих устройств особо не нечего заморачиваться да все здорово все классно все на уровне в плане устройств ну кроме карты которые ну проходняк что с нее взять она была до кучи здесь сделана и они вспомнили ничего сверхъестественного у меня от слова совсем нет вообще но вот устройство да не заслуживают действительно внимания вроде как когда речь идет до карте плюс устройствах это уже прям комбо такое которое прям требует чтобы у него потратили деньги купили но карта реально ребят давайте говорить откровенно но ну такое себе прям совсем такое себя на было хорош на гравейши на книж моста всегда такой проходной и осталось ну вот единственная ценная в этом паке это устройство от хорша как например вот этот безумный просто полдольный 20 плюс метров рабочей ширины ну и вот пожалуйста и ты уже думаешь а нужен ли тебе опрыскиватель если ты прям топишь за экологию то нафиг гербициды вот пожалуйста есть полдольник который действительно с большой рабочей шириной все здорово смотрится все отрабатывает ну и решает главную задачу хотя конечно по барабану сколько там гербицидов почву вливаешь даже в точном земледелии но наоборот не ругает за использование гербицидов но вот смотрите пожалуйста можно такую эко обработку почвы устраивать и зачищать наши поля от сорняков все очень действительно здорово выполнено но еще раз повторюсь ребят подводя итоги тому что мы увидели карта проходняк вы это сами все прекрасно видели да она здорово сделана в целом адекватно то есть она приятная но ничего в ней сверхъестественного нет в общем доступе хватает карта и 2x значительно более лучшего качества более атмосферных разумеется и в том числе из восточной европы единственное ценное в этом паке это собственно эти устройства от хорша и то для фанатов опять же этого самого бренда в остальном их хватает подобных устройств в общем доступе с глаза просто но если вы фанат или вам что-то из этого понравилось то да а почему бы и нет лучше потратиться на этот пак чем на два предыдущих этот этот пак поэтому можете подумать на основании всего увиденного стоит ли оно того или нет но я же буду закругляться с этим обзором все что хотел я вам показал и рассказал так что буду потихонечку отдыхать чего и вам желаю но разумеется друзья как и всегда в конце своих обзоров я желаю вам вашим близким здоровьем всего самого наилучшего всем нам мирного чистого неба над головами будет скучно заглядывайте в группу канала в вк там всякого разного найдете и ссылочки на скачивание как раз таки разнообразных модов из общего доступа да и новости от разработчиков русскоязычных по разработке модов с постсоветского пространства но я же как вы знаете надолго не прощаюсь разумеется еще совсем скоро увидимся и услышимся пока пока друзья а